блин как звали этого хрена эти вечера на хуторе близдеканки который вареники в сметане вращал то имя у неё как крыса по-украински как я не могу найти в ролях написано вот чуп-чуп вакула 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 осип панас панас а подсюк вот подсюк подсюк все я понял а он вам не понравился да не не сейчас с одним перед вами один хуй был бы бендеровский и чё там это вспоминали я игру но этот который жрал таблить вареньки и в рот вакуле а у вас дошло до таскать до патюка разговор не просто штакут раз и патюк это что-то вас а я не почитал что-то он там этот что там там сидел сидит жует жует да я вот и вот жуешь сидишь же перед камерой как вот этот пацюк вот с этого и началось и я не мог вас помочь там c c c c никак не мог бы вот уже все перекопал вот наконец вечера на хуторе близзеканки фильм 1961 года александр роу режиссер ну вот в ролях вот нашел на кайф подсюк я пугался николай я ка я немножко знаю михаила рома книги его книгу читал это кто сын внук нет не правда я не знаю может быть дальний родственник но тоже на милис ну однофамилица реально вот фильм обыкновенный фашизм вы перепутали его и этот фильм снял роман ролан нет 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 них а и лорода на самом деле давайте давайте загуглим потому давайте 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 ромен ролан обыкновенный фашизм гонера минра тут у мисс михаил ильич ром режиссер все пардон да все я смутал с романом роланом который тоже такой же был этот возможно но раз уж я просто ближе о чем я говорю я недавно с детьми пересматривал этот фильм да 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 ну все равно советский да как вы говорите пропагандист сталинский кровавый то участие голодомора за голодоморил всех съел кстати говоря в это если а вы смотрели этот фильм я смотрю в школе там плохо полет до 25 когда смотрел в советском союзе а я недавно с детьми смотрел да он в этом в ютубе если это не проблема естественно вот мы же посмотрели и что там вы нашли пропаганда в чистом виде добрые добрые немцы пришли в киев никого не я прошу прощения вы бредите у вас нет я просто знаю я не я просто знаю украинскую пропаганду я понял то есть украинцы считают что гитлеровцы добрые такие добрые добрые гитлеровцы пришли а кто вам об этом сказал я прошу прощения мне кажется вот эти я понял кто кто сказал посетители в этой вот этот чат роль рулетки посетили или чат рулетки я понял я думаешь это под випеном кто-то работает то есть да 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 я думаю что раз точно как вы не смотрели фильм или давно уже смотрели фильм обыкновенный фашизм и не понимаю фильм то я смотрел я может быть режиссера макс будет ром и роман это роман а причем тут вы сразу то пропагандистский что-то вас понесло куда-то к чему и потому что обычно все что не скажешь про советского с вашей украины это пропаганда все коммунистическое вы нам принесли голодомор мы там все 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 а когда им говоришь команд начальник я например казах в казахстане когда был голодомор почти все начальники нквд были украинцы ты про это знаешь а вы делите не знаю они ничего не знают но никто в казахстане не обвиняет украинцев понимаешь а вы обвинять что типа русские пришли а и вас всех загаданного а то что на то что вы в казахстане убили людей вы хохлы блять как вы убили блять вы хохлы блять убили вас никто не обвиняет понимал почему официально а по я не знаю потому что такая политика дружественная дружба братство я понял да 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 братский казахский украинский народ бы тоже похоже знаешь как скажите а вы вот немножко знаете историю когда закончилась вторая мировая война вторая мировая ну в когда там в японии подписали там на корабле на этом какого си сентября там это все ты мне это рвала тесно у меня интересует 9 9 мая 45 года а то что там на на линкоре там какой там американцы с японцем подписали капитуляции тоже второй вопрос это уже это второе а меня первый интерес когда в берлине блять мордой и в говно вот это мне интересует больше всего понимаешь будет больше всего так что дальше а то что украинцы были в основном начальники нквд а область областных нквд в казахстане это факт но у вас про это молчок вы же такая такая братская страна блять а это миллион казахов с голоду умерла когда вы мясо салис всех баранов вырезали бы это ничего это все нормально бля а это украинцы во всем виноваты а как они там оказались в нквд да 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 а это а это их сталин под ружьем пригнал туда прям стоял и тыкал а ну-ка давай геноцид до геноцид да и он также стали пригнал их всех русских в этот на украина а ну-ка давай всех голодоморить будем давай голодоморить будем и самая самая вот эта тупость что у вас вот эти в тридцатые годы у вас города украинский большей высоте выросли в разы по населению вас был голодомор а города выросли днепропетров запорожье промышленность уже строили завод на заводе и люди по мере возможностей бежали из сел в городах да про вот правильно ты мол ты настоящий украинец а почему бежали все из сел в города потому что в городах на асфальте рос хлеб ты понимаешь что в днепропетровске хлеб растет на асфальте все с голоду бежали с колхоза в город а в городе есть хлеб вот где у вас мозги блять у вас вы блять тупые или чё блять я не пойму блять откуда в киеве на асфальте хлеб блять в киевской области всех за голодомор или а в городе киеве есть хлеб блять откуда он хлеб взялся блять у вас мозги я сообщили нет или вы тупые блять вы что-то пьете какие-то лекарства я пью я пью просто я поражаюсь вашей тупости да ваши тупости сбежали с колхоза в город а в городе на асфальте растет хлеб и картошка растет и молоко растет да молоко и мясо все в городе на асфальте все растет в донецке в луганске до запорожье в одессе все растет блять а вы знаете вас интересно слушать продолжается конечно разумеется вот если бы я стоял плачал до всех за голодоморе все умерли все там подохли бле все подохли крестьяне а в одессе население выросла блять почему так почему так а вы меня спрашиваете да я вас но вы вы же там про пропагандисты вы что я что вот пришли русские всех вас за голодомор или так а что с вашей немножечко определимся а вы знаете например как в харьковской области происходил голодомор ну-ка 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 расскажите мне это прервали кровавые кацапы сейчас там там да сразу говорите а потом я скажу пожалуйста я сразу вам скажу сразу скажу что ни одного украинца не было вообще были сплошь одни кацапы понаехали и бедных несчастных украинцев всех все я слушаю вас все это это при это предисловие давайте я вас выключу звучок чтоб вы меня не перебивали и расскажу вот посмотрите какая это мразь и гниль и гадость нам рассказывает что в городах на асфальте рос хлеб когда так сказать войсками забирали так сказать у крестьян раскулачивали кулаков вот забирали у крестьян хлеб везли в город и обрекали так сказать сельское население на голод войска блокировали передвижение так сказать крестьян и вот это вот мерзость нам сейчас рассказывает вот это вот вот эти все вещи вот послушайте его посмотрите на это существо как она таскать себя ведет но тут комментировать скажем так не сложно что-то ну моральный и умственный уровень этого человека вы видите вот давайте включу немножко хочешь еще что-то сказать все ясно ладно не будем его отвлекать он что-то делает что ты там ищешь что ты шепчешь что ты еще что-то еще хочешь сказать а не хочет мне все все уже все на 2 миллиона человек все все родной все вот и вот это вот гадость нам рассказывает про хлеб на это с и какие мы тупые вот это вот вот она как раз есть сказать мы все знаем как это все вот оно искать в действии болезнь головного мозга возможно вот я кстати прочитаю это очень интерес книги про заболевание мозга вот вот пишет автор про то как человек был слеп из-за поражения мозга он не понимал что он был слеп но это еще не все наш герой не только не признал собственную слепоту но и придумал альтернативное обоснование и симптомов да у вас же темным темно перед мозгом уолтера это больной человек возникла непростая задача с одной стороны появились сложности с восприятием окружающей обстановке а с другой из-за инсульта мозг не знал о нарушении работы зрительной системы что чем можно объяснить себе внезапную потерю зрения если до этого он видел хорошо тем что в помещении темно столкнувшись с противоречивыми сведениями мозг нашел объяснение этих противоречий и неплохое учитывая все обстоятельства крайне логичное ну вот